Доброе утро! Доброе утро! Я хочу узнавать тебя больше, больше, больше. Я знаю то, что Бог, Он не безграничен. Если я ставлю какие-то границы перед Ним, это уже привлечается в религию, как бы это грубо не звучало. И, в общем, я начал читать, изучать и заметил такую интересную вещь. В Библии, в которой у меня дома была, там нет того, что написано в других Библиях. Хотя вроде бы синодальный перевод. И это сильно странно, меня это, честно сказать, расстроило, потому что вроде бы такие глубокие вещи. Меня там они как раз коснулись, когда я слушал. И думаю, я сейчас найду и буду, короче, читать, перечитывать, изучать. Открываю, и его нет. Я такой, не понял. Как бы сильно странно было. Потом я начал смотреть, смотреть и понимать, что не во всех переводах есть. И это тоже, кстати, плюс такой лайфхак вам. Если хотите, чтобы что-то больше. Кто-то уже может пользоваться этим лайфхаком, да? Но если вы хотите, чтобы Бог что-то большее даже для вас открывал, Бог открывает реально через такие возможности, как просто проверять с разных источников Библию. В современном переводе. В разных-разных переводах. И я, сильно меня коснулась песня, которую пели Сидрах, Месах и Авдинага, тогда, когда они находились в печи. Я не замечал этого раньше. Наверное, потому что читал с других переводов. Но песни, которые они пели там, это что-то невероятное. Знаете, кто слышал эту историю? Кто знает эту историю? Читал Сидрах, Месах и Авдинага. Точно? Я сейчас начну читать. Еще раз давайте. Кто читал Сидрах и Месах и Авдинага? Окей, большинство уже чуть-чуть радует. Договорились. Не буду читать. Не в той Библии, наверное, просто. Но когда царь поставил их, выбрал этих троих человек, Сидрах и Месах и Авдинага, у себя в царстве, они служили ему. Они были самими мудрыми вообще, в принципе, в всем царстве. И Бог, ой, Бог, и Навуходоносор, он с ними советовался, он, короче, они для него как были такая правая рука. И вот он благословлял их. У них такая привилегия была. Они могли жить при царском дворе, кушать с царем. Там все, короче, все привилегии, все бонифит, которые предлагал царь, они имели. И вот такая проблемка была. Они отказались от некоторых моментов. Вы знаете эти моменты, да? Еду мы не будем кушать такую, которую царь кушает, там, мясо или что-то еще, потому что это будет осквернять наши тела. Потому что царь этот, ну, как бы, поклонялся другим богам, едой этой, они чтили других богов. И вина, говорят, мы не будем пить, которую пьет царь. И они пили воду обычную, кушали овощи, фрукты. И этим не почитали, то есть едой, которую принимали. И потом настал момент, но они оставались верными в своем призвании. То есть они были верными царю, верными стране и верными Богу в первую очередь. В этом всем они показывали. И вот настал момент, когда мы, ну, мы все знаем, когда царь сказал, вы должны поклониться моему Богу, которого я поставил. И они говорят, нет, мы не будем поклоняться твоему Богу и всем другим богам, которых ты ставишь. Мы поклоняемся только одному Богу. И он разозлился, бросил их в печь. И там в печи прозвучала эта песня. У кого есть возможность, у кого хороший перевод, вы можете открыть третья книга пророка Даниила. Она так и называется. Песнь трех отроков. Хвала Господу. Третья глава с 51 стиха. Я, наверное, в телефоне прочитаю. Я тоже не знаю, читать ли мне все, потому что тут с 51 до 90. Чуть-чуть многовато. Я понимаю, что это, ну, как бы, много времени займет. И я прочту просто несколько хотя бы. С 51 стиха. Сейчас. Окей. Тогда сие трое, как бы, одними устами воспели в печи и благословили и прославили Бога. Благословен ты, Господи, Божий Отцов наших, и хвальный, и превозносимый вовеки. И благословен имя славы Твоей, святое и прихвальное, и превозносимое вовеки. Благословен ты в храме святой славы Твоей, и прихвальный, и преславный вовеки. Благословен ты, видящий бездны, восседающий на херувимах, и прихвальный, и превозносимый вовеки. Благословен ты на престоле славы Царства Твоего, и прихвальный, и превозносимый вовеки. Благословен ты на твердыне небесной, и прихвальный, и превозносимый вовеки. Благословите все дела Господни, Господа, пойте и превозносите Его вовеки Благословите ангелы Господни, Господа, пойте и превозносите Его вовеки Благословите небеса, Господа, пойте и превозносите Его вовеки Благословите, Господа, все воды, которые превыше небес, пойте и превозносите Его вовеки Благословите все силы Господней Господа Пойте и превозносите Его вовеки Благословите солнце и луна Господа Пойте и превозносите Его вовеки Благословите звезды небесные Господа Пойте и превозносите Его вовеки Благословите всякий дождь и роса Господа Пойте и превозносите Его вовеки Благословите все ветры Господа Пойте и превозносите Его вовеки Благословите огонь и жара, Господа, пойте и превозносите его вовеки Благословите холод и зной, Господа, пойте и превозносите его вовеки Благословите росы и инеи, Господа, пойте и превозносите его вовеки Благословите ночи и дни, Господа, пойте и благословите его вовеки Здесь много дальше сказано, много они поют И говорят тому Всяким моментом Там лед и мороз, снег Там дождь и молнии, облака Земля, горы, холмы Тут столько всего И ты читаешь и думаешь Я просто задумался Это люди, которые сидят в печи Их никто не слышит Они уже типа как бы Все Их миссия закончена на земле Конец жизни Вас уже бросили в печь Зачем вы это делаете? И они там берут В огне рождается эта песня В огне приходит ангел Создает эту Как бы атмосферу В этом переводе оно таки сказано Он создает вокруг них такую влажную атмосферу Что огонь не может к ним подступить И они поют эту песню Они говорят горам Они говорят рассея В воде, земле И типа ребята Вокруг вас только огонь Говорите огню Пускай он славит Бога Ну типа К чему столько много слов? Зачем это все? Реально для меня порой Оно чуть-чуть так Ну Глуповато даже звучит Вот сейчас бы я вышел бы И говорил бы там Благословите Кирпичи Бога Которые в даунтауне стоят Но это глупо Но это глупо Правильно? Чуть-чуть так Ну в современном мире Оно глупо звучит Но они говорят это И они говорят Говорят Вроде бы в земле дыхания нету В земле жизни нету Да? Или там в воде Нету души Нету чувств Но они говорят Благословите это Господа Благословите 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 Просто их состояние В этом огне Настолько преисполнено Славой И понимание того Что огонь Который вокруг их Не прикоснулся к ним Это вызывает Невероятные чувства Невероятный восторг И мне почему-то Я просто задумался Как это похоже С современным миром Скажем даже Современной Америкой Здесь С нами Как это можно сравнить С нами? Просто задумайтесь Люди, которые Пришли в страну Может даже не родную Их приняли Им дали крутые бонифиты У них классные возможности Они могут пользоваться Своими знаниями Мудростью Бог их во всем Благословляет Что-то есть похожее С нами Живем в прекрасной стране У нас крутые бонифиты Куча всего И нас благословляет Государство И мы также понимаем То, что в этом государстве Есть моменты Которые Мы не должны принимать Мы не должны есть Эту еду Которую кушает Государство Этой страны Это греховное Это неправильное И Наступает момент Слава Богу Может не сейчас А может и скоро Тогда, когда Вот мы сейчас можем Славить Бога В своих бонифитах В своих возможностях Но наступит день И Библия об этом говорит Когда нас будут гнать За его имя Этот же царь Который давал нам бонифиты Этот же царь Будет сажать нас в тюрьме Этот же царь Будет бросать нас в печь В огонь И как Какая будет наша песня Какая наша будет Хвала Богу В этом всем Я записал себе Такие пару мыслей Как в радости В славе Так и в огне В славе Никто их там не слышал Когда они поют Но песнь была Длинной И в итоге Все и все Прославили Бога Отца Но вера Это И эта песнь Изменила взгляд царя И всего народа Не перед огнем Когда они входили В эту печь Но именно тогда Когда она родилась В огне Эта песня Если ты начнешь Петь ему Тогда, когда ты В печи То после огня Весь народ И даже те Кто бросил тебя В эту печь Начнут петь Эту песню С тобой И в девяностом Стихе сказано Благословите Я сейчас вот здесь Прочитаю Здесь красивее Даже звучит С восемьдесят девятого Стиха Славьте Господа Ибо Он благ Ибо вовек Милость Его Они еще в печи Просто закройте глаза Сейчас Дух Святой Он здесь Господь благословил Нам с прекрасным Прекрасным Воскресным утром Прекрасным днем Новым днем жизни Прекрасными возможностями Куча всего Он дал нам В этом дне Славьте Господа Ибо Он благ Ибо вовек Милость Его Благословите Все Чтущие Господа Бога Богов И пойте И славьте Ибо вовек Милость Его И даже в тот момент Тогда Когда придет огонь Он Милостив И даже тогда Когда мы Вот сейчас Здесь живем И мы просто Нам может Приелась Это Благодать Но Он Милостив Сейчас И как классно Замечать этого Тогда Когда вокруг нас Бонифиты Просто уметь Отказаться И сказать Царю нет Сказать Царю нет Мы не собираемся Принимать Эти законы В свою семью Мы не собираемся Принимать Жизнь Этих людей Которые живут В этой стране И жить Такой же Самой жизнью Мы Контраст И мы В своем призвании Здесь Не просто так Приехали в Америку Устраивать свою жизнь Но мы здесь Потому что Господь Нас Предопределил Быть в этом месте Господь Благословил нас Чтобы мы были В этом стране В это время В этом году В этом дне И у Бога Есть план Для меня Для тебя Для каждого Здесь стоящего То что может Кто-то пришел сюда Первый раз У Бога Есть план Для тебя Дух Святой Он влечет тебя Дух Святой Он говорит тебе И твой выбор У тебя есть выбор Сильный выбор И твой выбор Это Отказаться Войти в свое призвание Сказать Многим моментам Нет Даже На границе Со смертью Сказать Нет Я буду держаться Своих принципов Я буду держаться Своей веры Я буду держаться Своих отношений С Богом Я буду их строить И поверь мне Твое решение Сегодня Сейчас Категорическое решение Оно изменит Решение Многих людей Оно изменит Взгляд Многих людей Тогда Когда они были В огне Весь народ Он стоял там За этой печью И они Они поклонились Они сделали Свой выбор Царь не изменил Своего решения До последнего И они таки говорят Сидрахми Сахавидинага Перед тем Как уходили в печь Они говорят И даже если Мы там сожжемся Мы там сгорим Мы все равно Не поклонимся Потому что У нас один Бог И один Отец Который живой Друзья У нас есть Бог Который живой В эту среду У нас была молитвенная И честно сказать Я уже говорил Делился с друзьями Я не помню Когда последний раз Я молился так Реально Я не помню Для меня Это как бы Обличение И в то же время Я рад Что наконец-то Этот момент настал Когда Дух мой Который во мне Он раскидал Мою плоть внутри И сказал Тимоха Забей Просто забей На то что Кто-то вокруг На то что Вообще На мысли Которые тебя же окружают Которые ты сам себе сеешь Забей на это все Сейчас твой дух И твое сердце И вот В реале Вот на этом месте Прямо сейчас В эту секунду Прямо сейчас В 10-18 Здесь стоит Господь Да ты его не чувствуешь Но Богу все равно Чувствуешь ли ты его или нет Факт того что он на этом месте Не меняется Богу все равно И будет ли тебе все равно На все Кроме того что Кто стоит перед тобой Сейчас на этом месте Чтобы поклониться ему Вот так Просто взять и поклониться ему Сказать Господь Ты достоин всей славы и хвалы Ты достоин всей славы и хвалы Господь Я хочу славить тебя Я хочу поклоняться тебе Боже мой Я благодарю тебя за благодать Я хочу Боже мой Делать конкретные Серьезные перемены В своей жизни Серьезные изменения Господь Я знаю что мой выбор Вот сейчас здесь Который возможно Не имеет никакого значения Для этого мира Господь И законы которые происходят Сейчас в этой стране Они не меняются От моего выбора Может быть Но я верю в то Что оно изменится Господь Потому что сейчас я здесь Из немногих Кто реально понимает И осознает То что передо мной стоишь Ты великий Господь И то что Господь Я хочу поклониться тебе И люди Услышав мой голос Господь Они откроют эту печь Боже мой И они увидят Насколько ты велик Насколько ты благ Господь И в итоге Вся вода Вся земля Травичка Роса Холод И жара Все прославит тебя Бог Потому что в огне Рождается моя песня Господь Песнь моей хвалы Тебе Господь Мы желаем поклоняться тебе Мы желаем Господь Переживать тебя Боже мой Своим сердцем Своими чувствами Которые ты создал Бог Мы не собираемся Манипулировать ими И мы не хотим Чтобы кто-то Манипулировал ими Но Господь Если ты будешь Манипулировать ими Мы знаем Боже мой Что в этом Нет Боже мой Никакого эгоизма В этом нет Никакой Боже мой Своей Какой-то Выгоды Бог Но ты создал Эти чувства По образу и подобию Своему Для себя Бог Чтобы мы переживали Тебя еще больше Господь И чтобы мы Боже действительно Вдумывались Господь Своими мозгами Которые ты нам дал В то Насколько ты велик В то Насколько ты святой В то Насколько ты действительно Живой И ты здесь На этом месте Слава тебе Господь Мы желаем Начинать этот день Господь С полным Четким пониманием Того, кто перед нами Стоит Господь Кто дал нам жизнь Кто дал нам дыхание Бог Мы хотим поклоняться Тебе Мы хотим славить Тебя Господь Мы увеличаем Тебя Ты великий Бог Мы твоя церковь Мы твои дети Ты достоин всей хвалы Всего поклонения Господь Всякого поклонения Каждого колена Ты достоин Господь этого Нет тебе подобных Нет тебе равных Господь Никакие желания Никакие мечты Ничто не сравнится Господь С тобой Бог ты наша мечта ты наше призвание бог аллилуйя аллилуйя я прошу вас встаньте на свои ноги и мы будем молиться мы будем поклоняться аллилуйя господь спасибо тебе аллилуйя ты достойчивей хвалы мы сломим тебя со всем твоим творением Иисус ангелами на небесах ты достойчивей хвалы ты святый, святый святый, святый, святый святый, святый ты достойчивей святый, святый святый, святый святый, святый ты да проблемы тебя тебя иисус и и на 100 и Иисус, Иисус, Иисус! Иисус, Иисус, Царь, Царей, каждое колено преклонится, и каждый язык скажет ты Господь. Иисус, Иисус, Царей, каждое колено преклонится, и каждый язык скажет ты Господь. И каждый язык скажет ты Господь, и каждый язык скажет ты Господь. Нет подобного тебе, Аллилуйя, Иисус, Аллилуйя, Аллилуйя. Иисус, Иисус, Царей, каждое колено преклонится. Иисус, Иисус, Царей, каждое колено преклонится. 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 но че-то было пусть и че день и ночь и ночь и день хвала пусть и че тем и ночь и ночь и день хвала пусть и че День и ночь, ночь и тень. Ты достоин славы всех. Ты достоин славы всех. Все творение для Тебя. Все творение для Тебя. Ты достоин славы всех. Ты достоин славы всех. Ты достоин славы всех. Все творение для Тебя. Все творение для Тебя. Ты достоин славы. Превозносим, превозносим, превозносим. О Господь превозносим. Ты достоин славы всех. Ты достоин славы всех. Ты достоин славы всех. Ты достоин славы всех. О Господь превозносим. Превозносим. Мы превозносим Тебя. превозносим, превозносим. О Господь превозносим. Превозноси. Превозносим. Превозносим. Ты достоин славы. Превозносим, превозносим. Господь превыше всех на небе и земле. Господь превыше всех в огонь. Господь превыше всех на небе и земле. Господь превыше всех в огонь. Господь превыше всех на небе и земле. Господь превыше всех на небе и земле. Господь превыше всех в огонь. Господь превыше всех на небе и земле. О Господь превыше всех на небе и земле. Господь превосносит. О Господь превосносит. Тебя превосносит. Превосносит. Тебя превосносит. Тебя превосносит. Превосносит. О Господь. Тебя превосносит. Тебя превосносит. Тебя превосносит. Ты надеешь, что даешь, и сердца исцеляешь, как Ты велик. Дух Святой, в нас дыши, Ты достоин хвалы, достоин хвалы. Дух Святой, в нас дыши, только Ты всей хвалы достоин. Ты велик, Ты велик. Ты есть жизнь, Ты любовь, свет Твой тьму изгоняет. Ты надеешь, что даешь, и сердца исцеляешь, как Ты велик. Дух Святой, в нас дыши, Ты достоин хвалы, достоин хвалы. Дух Святой, в нас дыши, только Ты всей хвалы достоин. Дух Святой, в нас дыши, Ты достоин хвалы, достоин хвалы. Дух Святой, в нас дыши, только Ты всей хвалы достоин. Дух Святой, в нас дыши, как Ты велик. Дух Святой, в нас дыши, как Ты велик. Дух Святой, в нас дыши, как Ты всей хвалы достоин. Славит громко вся земля, и восклицают все сердца. Бог, Ты велик. Славит громко вся земля, и восклицают все сердца. Бог, Ты велик. Славит громко вся земля, и восклицают все сердца. Бог, Ты велик. Славит громко вся земля, и восклицают все сердца. Мой Бог, Ты велик. Дух Святой, в нас дыши, Ты достоин хвалы, достоин хвалы. Дух Святой, в нас дыши, только Ты всей хвалы достоин. Дух Святой, в нас дыши, только Ты всей хвалы достоин. Дух Святой, в нас дыши, и восклицают все сердца. Бог, Ты велик. Дух Святой, в нас дыши, и восклицают все сердца. Достоин Ты был, достоин сейчас. Достоин Ты будешь во веки Яхвы. Достоин Ты был, достоин сейчас. Достоин Ты был, достоин сейчас. Достоин Ты будешь во веки Яхвы. Достоин Ты был, достоин сейчас. Достоин Ты будешь во веки Яхвы. Достоин Ты был, достоин сейчас. Достоин Ты будешь во веки Яхвы. Достоин Ты был, достоин сейчас. Достоин Ты будешь во веки Яхвы. Достоин ты был, достоин сейчас, достоин ты будешь вовеки, как ты, как ты велик, как ты велик, Дух Святой, Дух Святой в нас дыши, ты достоин хвали, достоин хвали, Дух Святой в нас дыши, только ты всей хвали достоин, Дух Святой в нас дыши, ты достоин хвали, достоин хвали, Дух Святой в нас дыши, только ты всей хвали достоин, достоин ты, как ты велик, достоин Дух Святой в нас дыши, достоин ты, как Бог, как ты велик, достоин, Превозносим Твое имя, Святой Превыше всех имен Превыше всех имен мы превозносим Тебя Ты достоин всей чести Ты достоин восхваления Ты достоин Ты достоин Дух Божий Который сейчас пользует Твои уста Для того, чтобы восхвалить и сказать Ты достоин Ты достоин Ты достоин, Святый Сидящий на престоле, Ты достоин Ты был, Ты есть и Ты будешь вовек И мы благодарим Тебя за это, Остец Мы благодарим Тебя Мы благодарим Тебя Ты велик О, как Ты велик Ты велик И мы благодарим Тебя Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо, Господь, за живое Твое Слово, которое меняет Господь, меняет нас изнутри, Боже, которое проникает на разделение души и духа, состава и мозгу, судит помышления и намерения нашей, Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Хвала Тебя, мы желаем, Боже мой, быть исполненными Тебя, Дух Святой, исполненными и твердостоящими на истине, Господь, на Слове Твоем. Хвала Тебе, Боже, хвала Тебе, Господь. Мы желаем, Боже, чтобы Ты говорил сегодня к нам и через Слово здесь, через пастыря, через проповедника, Господь, поставленного Тобой на этом месте. Говори, Боже, мы готовы принимать, мы готовы принимать, Господь, учение Твое, Бог. Хвала Тебе, Дух Святой, мы верим, мы знаем, что Ты продолжаешь работать здесь, в нас. Спасибо Тебе за это. Аллилуйя. Я попрошу всех деток, можете выйти сюда, мы Вас благословим. Аллилуйя. Окей, помолимся. Протяните Ваши руки. Аллилуйя. Господь, мы благодарим Тебя за детей, данных нам, как церкви, за Твое доверие к нам, за эти души, за эти сердца. Мы благодарим Тебя, Господь, за эти жизни здесь. Спасибо Тебе, Боже, за них. Мы, как церковь, мы благоставляем их именем Твоим во имя Иисуса Христа. Благоставляем их сердца, их разум, мысли. Господь, исполни их. Своего Духа. Исполни, Господь, их своего знания, Бог. Веди их, Боже мой, чтобы сейчас в них влаживалась истинная вера, Господь, Твоя. Через преподавателей, которых мы тоже благоставляем именем Твоим. Благоставляем преподавателей во имя Иисуса Христа. Вложив их в уста, Господь, то, что Ты хочешь сказать, говори через них. Учи их этих Твоих детей, Боже мой, Слово Твоему, Боже, истине, вере, любви, Господь, мира Своего. Мы их благоставляем во имя Иисуса Христа. За Тебе слава и хвала, Господь. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Сейчас детки выйдут. Мне надо минутку Вашего внимания. Кто знает, что вчера у нас было крещение? Аллилуйя. Кто сгорел? Аллилуйя. Крещаемый. Хорошо. А теперь серьезный вопрос. У кого вчерашнего дня после крещения были духовные атаки? Что-то произошло? Да, не все сразу, конечно. У нас сейчас прекрасное время. Мы будем поздравлять наших крещаемых. Где они есть? Ага. Есть. Есть. Аллилуйя. Пройдите сюда наперед. Николай, давайте их поздравим официально. Какие они молодые и красивые. Аллилуйя. Себя вспоминаю. Ну, как бы, да. Наполовину. Да, я красивый просто уже. Чуть возмужал. Хорошо. Хорошо. Кого мы первого поздравляем? Так. Если есть такая Катерина Романюк. О, аллилуйя. Приветствую меня. Слава Богу. Это все просто так, чтобы можно подцепить в твою комнату. И мы дарим тебе украинскую английскую библию. Аллилуйя. АПЛОДИСМЕНТЫ Я хочу поблагодарить тебе. Это Библия. Это Библия. Это Библия. Это Библия. Это Библия. Это Библия. Как ты будешь читать ее. Або грех. Он просто не даст тебе читать эту Библию. То, первое. Я хочу, чтобы было благословением для твоего жития. Хорошо, да? Будь ласка. И, второе. Давайте поприветствуем. Богдана, я хочу сказать также те же самые пожелания для тебя. Я благодарю Бога за то, что ты у нас есть в церкви. Я просто благодарю Бога. Я просто благодарю тебя за твое посвящение, за твое служение. И я хочу, чтобы вот то, что у тебя сейчас есть, чтобы оно не угасло. Даже когда ты уже женишься, когда у тебя будут дети, просто я спрошу тебя об этом. АПЛОДИСМЕНТЫ Останьтесь на минутку. Сейчас у нас будет преломление. Если можно, подойдите, возьмите. Кто нам сегодня помогает? Кто служит? Аллилуйя. У нас декана будут служить сегодня. Слава Богу. Благословенные братья. Вчера так они жарили все, а сегодня... Да, жарили, ели, а сегодня будут служить в преломлении. Смотрите, сильно важно то, что мы будем делать. Для вас это будет первый раз. Для нас мы это делаем, по крайней мере, один раз в месяц. Есть вещи, которые сакральные, вещи, которые нам, сам Иисус сказал, чтобы мы делали. Их не так много в христианстве на самом деле. Но они сильно-сильно важны. Вчера у нас был большой праздник. Мы праздновали этот день, когда сам Иисус показал нам пример. Было крещение. Это было перед Богом, перед людьми. Это имеет большое значение. Сегодня мы подошли к преломлению. И это то, что мы как бы делаем физически. И иногда, потому что мы делаем что-то физически, нам кажется, ну, это я типа делаю от себя, и оно не имеет никакого значения. Но для Бога это имеет сильно большое значение. Я так чувствую, что надо как бы кому-то объяснить сейчас, что то, что вы делать будете сейчас, это одно из самых духовных служений, которые вы вообще будете делать в своей жизни. Потому что для Бога было это так важно, чтобы это откровение, оно осталось в церкви. Это откровение, оно не началось на земле. Оно не пришло от людей. Оно не пришло, потому что кто-то подумал, что это что-то хорошее. Оно пришло от самого Бога. И Павел пишет в 11 главе 1 Коринфянам, что я от самого Господа принял, я принял это откровение. И я хочу, чтобы мы сейчас подумали, приняли ли мы это откровение. И то, что я вам передал, это мы сегодня передаем этим двоим, и потом дальше. Это то откровение, которое мы принимаем, которое влияет на нас. И смотрите, какая сила этого откровения. Да, мы участвуем в этом преломлении. Мы сейчас помолимся об этом соке виноградном, плода от винограда за этот хлеб. Но смотрите, как оно влияет. То откровение, которое пришло с неба, если мы делаем так, как Господь нам сказал, оно влияет на наше земное состояние. Поэтому Писание говорит, что многие из вас, если мы не понимаем до конца значения, мы пропускаем что-то в жизни. А именно в таком аспекте хочу показать. Потому что так, как мне преподано было это учение, что ты проверяешь себя, и ты постоянно чувствуешь себя недостойным, какой-то грех постоянно вспоминаешь, и это тебя останавливает для того, чтобы участвовать. Дайте вам там другое значение. Иисус знал, что у нас была проблема греха. Знал. Весь смысл, почему Он пришел, почему Он пострадал, почему вино или сок виноградный представляют Его кровь. Потому что это то, что омыло наши грехи. Вот как раз, когда мы не рассуждаем, что кровь Иисуса сделала, не рассуждаем, почему Он страдал за нас, мы об этом не рассуждаем, мы не получаем откровения. Из-за этого именно, из-за того, что мы не делаем это физически, из-за того, что мы не думаем от этого ментально, из-за того, что мы не приняли это откровение духовно в наш дух, из-за этого мы будем страдать. Почему? Потому что ранами Его мы исцелились. Когда мы пьем и едим, мы воспоминаем Его смерть, мы воспоминаем Его раны. Вера наша в этот момент оживает, включается, и мы получаем обетование от Бога. Поэтому, мои дорогие, пусть вас дьявол не обманывает больше. Не дайте, чтобы он вас украл, это благословение. Давайте склоним наши головы, помолимся об этом, и всем раздадим это преломление. Господь, я благодарю за эту прекрасную церковь, за Твое тело, за этих людей. Я благодарю за это таинство вечери. Благодарю за откровение, которое получил когда-то Павел, и за то откровение, которое он записал, чтобы мы считали и рассуждали. И сегодня мы рассуждаем о Твоей крови, рассуждаем о Твоих ранах, рассуждаем о завете и о силе завета, где Ты заплатил своей кровью, Господь. Мы сейчас стоим пред Тобой, Господь, предстоим пред Тобой. И мы сейчас исповедуем наши грехи. Прости каждого человека на этом месте от умеренных и неумеренных, Господь. Во имя Иисуса прости, омой своей кровью. Прямо в этот момент всякий грех крови Иисуса Христа омывает всякий грех и порочную нашу совесть очищает. Прямо в этот момент, Господь. И также мы воспоминаем, где ранами Твоими мы исцеляемся, Господь. Где завет вспоминается, Господь. Завет, которым Ты сказал, что я не покину Вас и не оставлю никогда, ни при каких обстоятельствах. Это воспоминание Твоей близости, Господь. Это напоминание договора, которого Ты заключил. И это была Твоя подпись, Твоей кровью под этим договором. Потому что Ты жизнь свою положил за своих детей. За тех, которых Ты приобрел и заплатил дорогой ценою. И поэтому мы особенные у Тебя в этот день. Господь, благослови Твою церковь. Когда мы будем принимать сегодня этот хлеб, когда мы будем принимать, Господь, этот сок, Господь, мы вспоминаем за Твою жертву. Мы оцениваем Твою цену, которую Ты заплатил. И мы верим, что через это придет благословение в нашу жизнь. Всякая ложь-то будет разрушена, всякая твердыня дьявола-то падет на этом месте. Всякая болезнь-то уйдет на этом месте. Во имя Иисуса Христа. Господь, давайте, пожалуйста, раздавайте. Начнем с этих молодых людей. Вы не останавливайтесь сейчас. Потому что я хочу, чтобы каждый из вас сегодня испытал силу завета. Потому что, да, Иисус заключил этот завет со всеми. Но иногда надо то, что со всеми, принять лично. Поэтому, когда вы лично принимаете, когда получили, можете сами или сразу принимать, или еще помолиться, порассуждать, как вам удобно. Но когда вы сами лично принимаете, вы едите, вы пьете. И, пожалуйста, делайте это с верой. С верой во что? В то, что это сделал Иисус для нас. С верой в то, что Он повелел нам это делать. С верой в то, что ваши обстоятельства в жизни будут изменяться. Аллилуйя, Господь! Мы провозглашаем работу тела и крови Иисуса в этой церкви. Мы провозглашаем бенефиты, Господь, тела и крови в этой церкви. Мы провозглашаем силу завета в этой церкви. Всякое одиночество, отвержение разрушаются на этом месте. Потому что это напоминание того, что мы не сами. Мы не сами себя спасаем. Мы спасены через жертву Иисуса, и Он пообещал быть с нами. И когда нам тяжело и трудно, Он приходит на помощь. Это смысл завета или договора нового. Во имя Иисуса, Господь, благослови каждого человека. Дай, чтобы через это преломление мы пережили обновление. Обновление вдохновения, Господь, чтобы сила Твоя надвигалась через кровь. Чтобы наше приобщение к телу Твоему, мы не чувствовали себя чем-то отделенным от Тебя. Но чтобы мы все почувствовали часть Тебя. Во имя Иисуса Христа. Потому что мы не только соединяемся с Тобой воедино, мы соединяемся как церковь воедино. Мы как тело Твое, мы представляем Твое тело на этой земле, как церковь. Господь во имя Иисуса всякие распри, разногласия, недоверия, подозрения, сплетни. Мы разрушаем на этом месте. И мы как тело, мы становимся одним. Мы не говорим за спинами, мы соединяемся в одно, Господь. То, что мы говорим, оно созидает, строит, вдохновляет Господь. Потому что это то, что делает Дух Святой. Мы благословляем наших братьев и сестер на этом месте. Мы благословляем друг друга, Отец. Та будет вся слава Тебе. Спасибо за духовное вмешательство через это преломление. Спасибо за напоминание. Спасибо за обновление. Вся слава Та будет Тебе. Аминь. Если вы еще не приняли, принимайте. У нас сейчас будет проповедь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Слава Господу. Бог чудный, правда? Такое классное сегодня было прославление. Аллилуйя. Поклонение. Слава Богу. Давайте Ему славу дадим. Давайте мы еще друг друга благословим. Вот парень говорит, какой ты классный. Какая ты классная сестра. Благословляю тебя. Благословляю тебя. Бог добрый. Аминь. Не только добрый и любящий. Ну, вначале хочу сказать такие два маленьких свидетельства в отношении по поводу вчерашнего праздника. Когда мы заходили в воду, не знаю, вода для меня была просто лед. Влад этого не почувствовал, потому что он купается зимой, поэтому он этого не почувствовал. Но для меня это, конечно, это был лед. И для Кати, которая шла рядом, это тоже был сильнее льда. Но когда мы крестили, слушайте, вода поменялась. Такая теплая стала. Не хотелось с нее выходить. Еще такой момент был тоже, который дал мне другое откровение. То есть по поводу первого, знаете, когда, на самом деле, когда приходит Бог, все меняется. Аминь. А второе было вообще такое непредсказуемое. Вы, наверное, заметили. И когда я Катю наклонял, я уступился. На самом деле, был подводный, подводная такая ловушка, которую я, в общем-то, не обследовал. Оказывается, сзади была яма, понимаете. Дно было нормальное. А когда я ее брал, вот Катю наклонял, я вступил в эту яму. Это тоже было, знаете, откровение. Бывает, в жизни мы все прошли. Сколько таких подводных ям, которых мы не видим, да. Слава Богу, то, что есть Бог. Он помогает нам оттуда выбраться, даже если мы туда падаем. Аминь. Слава Господу. Я так благодарен Богу, что Бог дарит нам это время еще на земле. Знаете, крестить. Люди каются. Я думаю, что это хороший вызов для тех, кто еще это не делал в жизни, да. Кто еще не покаялся, кто еще не рожден и свыше. Это хорошее время сегодня, именно что, не сегодня, ну, в это время примириться с Господом и опять совершить этот праздник. Может быть, еще один, два, три раза лета еще только начинается, поэтому все еще впереди. Поэтому это вызов для тех, кто еще этого не сделал. Хорошо? Такая тема проповеди, которую я бы сегодня хотел. У меня сегодня, кстати, дебют. Я первый раз за 30 лет проповедования проповедую вот на этом приборе. Я в этом году поставил цель, невзирая на возраст, хотя еще молодой, освоить эту технологию. И все-таки, ну, надо идти немножко с временем, правда? Чтобы не жаловаться там, старею или там. Поэтому давайте мы сейчас вот вместе пообщаемся, поговорим. Такая вот хорошая атмосфера, Божья атмосфера церкви. И мы поговорим на одну тему, которую я пять раз переименовывал. Она была у меня нелюбимая мужем, но любимая Богом. Потом другая там была еще. И потом она пришла, вот такое название я назвал. Нелюбимая, но оцененная. Нелюбимая, но оцененная. Нелюбимая, но оцененная. Давайте мы откроем книгу «Батие», 29 главу. Книга «Батие», 29 глава. Это история одной семьи. Может быть, история одной женщины, которая была одной из жен Иакова. 29, 16, 18. Уже текст высветили, да? Вот, отлично. Слава Господу. Вот у меня здесь даже заметка осталась. 29, 16, 18. Здесь мы читаем такие вот интересные слова. «У Лавана же было две дочери. Имя старший Лия, имя младший Рахиль. Лия была слаба глазами, а Рахиль была красиво станом и красиво лицом. Иакова полюбил Рахиль и сказал, я буду служить тебе семь лет за Рахиль, младшую дочь твою». Вот это такая вот небольшая история одной семьи. Иаков, я думаю, что вы знаете примерно, с чего все это началось. Это был такой интересный человек, своего рода бизнесмен, очень предприимчивый. Но вместе с тем, у него была такая негативная черта. Он был изменчивый и еще и обманчивый. И вы знаете, как он получил первое первородство, да? Обманув своего брата, вернее, купив этого брата, своего брата. И второе, то, что он вместе с своей мамой, они обманули, в общем-то, все-таки своего отца. И получил он благословение. И с этим благословением он уехал в эту далекую страну, к брату своей мамы, которую звали Лаван. И в Лавана начинается эта история. Потому что когда Иаков приехал к Лавану, вернее, пришел к Лавану, он увидел эту девушку очень красивую, которую звали Рахиль. И он влюбился в нее, эту девушку. И он был готов все для нее делать. И первое, то, что предложил ему Иаков, то, что ты, говорит, будешь жить у меня зря и работать. Скажи, назначь себе плату. И он сразу же понимал, то, что возраст у него уже был не 17 лет. По нашим меркам, в общем-то, Иаков вроде он молодой, но он уже был далеко не молодой. Ему уже было, ну, в одном месте, я считал, где-то уже около 70 лет. Этому человеку. Была возрастная категория, была немножко другая, поэтому там по-другому. И поэтому, естественно, он, видя эту красавицу, говорит, я, конечно же, буду тебе работать за твою младшую дочь Рахиль. И Аков соглашается, Лаван соглашается, и он работает за эту дочь, надеясь все-таки, что у него все состоится, что эта красавица будет его. Ну, в итоге получается все по-другому. Тогда, когда пришло время отдавать ему Рахиль, Лаван, в общем-то, был такой же самый бизнесмен, как и Аков, еще похлеще. Он был очень хитрый человек. И он, соответственно, делает ход конем. Он подкладывает в ночную эту палатку эту старшую дочь Лию. И Иаков уже утром увидел то, что это, оказывается, не Рахиль, это Лия. И на фоне Рахиля Лия вообще была, ну, девушка очень некрасивая. Ну, она, может быть, по меркам человеческим была, ну, не совсем, как бы, такая вот некрасивая. Ну, на фоне красавицы Рахили она была некрасивая. Еще написано то, что она была слаба глазами. Ну, в одном... Окей, ну, я читал на эту тему много... Да, да, спасибо, спасибо. Я читал на эту тему много комментариев, вы знаете. И, конечно же, слаба глазами, это не значит, что она была слепая. Хотя в много мест и богословия ссылается, что она была, на самом деле, у нее был притупленный. Ну, она немножко не видела. Но, с другой стороны, другие говорят, что у нее были просто такие померзшие глаза. Может быть, от того, что она много переживала, там, вот это, много плакала. И поэтому у нее сформировался такой, в свою роду, притупленный взгляд. Ну, не буду об этом много говорить. Факт то, что на фоне, как я уже говорил, красавицы Рахили, она была некрасивая. И поэтому Иакован полюбил больше эту женщину. И тогда, когда пришло время ему уже отрабатывать за Рахиль еще семь лет, вот, написано то, что она была нелюбима для него. А в другом месте я нашел то, что она была... Он не просто ее не любил, он ее ненавидел. Понимаете? То есть, по-человечески, его тоже можно было понять, потому что, конечно же, видя вначале вот такое вот, а получив совершенно другое, естественно, у него была, как бы, такая вот, может быть, антипатия к этой женщине, к этой девушке. И поэтому это все вылилось на жизнь этой его жены Лидии. Ну, видите, наш Бог, он справедливый Бог. Почему он справедливый? Потому что если он дал одной красоту внешнюю, да, ну, он не дал ей способности рождать детей. Рождение детей в Израиле – это было благословение. Не рождение детей – это было проклятие. И давайте представить, Лия, она начинает рожать детей. Она, конечно же, нам сложно понять Восток, тем более ту культуру евреев, которая была очень давно. Нам сложно понять вообще положение женщины, положение жены. Вот, ну, читая вот эти истории, я думаю, насколько Господь Иисус Христос удостоил на счастье быть, иметь другую семью уже. Одну жену, правда. Не иметь этих, там, наложницей, много этих жен, которые первенствуют. И вот это вот мы читаем дальше, то, что эта жена его, Лия, она все время хочет достигнуть своего мужа. Влечение мужа все крахили. И вот она постоянно взывает к Богу и благословляет Господа, когда Он дает ей очередного ребенка. Лия родила для Иакова шесть сыновей. В пяти случаях она прославляет Господа. Она благодарит Бога. Но она остается нелюбимой. Она остается неоцененной. Оценивается еще пока Рахиль, который еще не рождает, но потом она начинает, родила уже Иосифа, и второго она родила чуть позже Вениамина. Но это было уже позже. Это уже было тогда, когда Иаков, видите, несправедливо свое тесте, все эти двадцать лет работы, и не грамме благодарности. Лаван еще больше, больше его пытался нагрузить, потому что по приходу Иакова он начал иметь благословение своего бизнеса. И поэтому, отработав все эти годы, Иаков понимает и получает такое, как бы от Бога указание, уходи. И он собирает своих детей, своих жен и уходит. Знаете, Иаков, он до этого момента еще не понимал и не оценивал, почему именно так в его жизни, почему такая несправедливость его тесте. он еще не видел себя, каким он был и каким он есть, если бы не один случай. «Бытие» 32-24. Эти слова меня, конечно, потрясли очень, которые прочитал, и это было для меня очень большое откровение, которое не дает мне покоя до сегодняшнего дня. написано «И остался Иаков один». «И остался Иаков один». До сего момента он был не один. Он был занятый своим бизнесом, всей этой работой. Он видел несправедливость своего тестя. Он все это переживал. И тогда, когда пришел к нему Лаван, когда он догнал его, он говорит «Зачем ты ушел так быстро? Почему ты не дождался, чтобы я поцеловал своих внуков?» И Иаков ему говорит «Слушай, я сколько лет работал у тебя, я ночами не спал от холода, я днем изнывал от жары, похищенное я тебя возвращал, и я не уверен, что ты бы меня благословил и отпустил, но Бог пришел ко мне и сказал мне «Уходи». И эта встреча, которая произошла чуть позже, эта встреча, когда он остался один, это была встреча между Иаковым и между Богом. И Бог спросил его «Как имя твое?» «Как имя твое?» Неужели Бог не знал его имени? Он-то знал имя, но Иаков не знал, кто он. И в этот момент Бог показал ему все то, что он в своей жизни делал неправильно. Он показал ему его сущность, какой он, то, что он хитрый, изворотливый, то, что он ради бизнеса все готов сделать, как Илован. Ему до лампочки были те дочери, ему главное было иметь деньги. «И таким же словом был я,» говорит Иаков. «Я таким же был, как и был». У него были закрытые глаза на эту девушку, которая была рядом, которая была старшая. Да, она была, может быть, не такая красивая видом, но у нее была другая красота. Знаете, я так вот рассуждал, я сейчас не в укор тем, которые сегодня у нас есть очень красивые. Но Бог, Он справедливый Бог. Кому-то Он дает красоту, а кому-то Он дает больше ума. Понимаете? Ну, это, у нас, конечно, все красивые и умные. Пусть Бог благословит. Но я так вот по жизни замечаю. А почему так происходит? Потому что, знаете, красивые, красивые, они на самом деле любят себя. Когда я пытался зайти в церковь баптистскую еще очень давно, я это получил. А мне дьявол говорит, слушай, а зачем тебе эта церковь нужна? Там же одни эти вот алкошня, наркота, а ты все можешь, у тебя все получается, куда ты, зачем тебе это? И поэтому Бог справедливый Бог, Он кому-то дает одно, а кому-то дает другое. Правда? Ирина, вы мне говорите аминь. Слава Богу за нашего Бога. Он никого не обделяет. Никого. Поэтому пусть Бог благословит. И вот эта встреча, которая произошла у Якова с Богом, как я уже говорил, она изменила его. И в дальнейшем, тогда, когда он уже путешествовал, он теряет Рахиль. Рахиль рождает Вениамина, и в природах она умирает. Знаете, это было время, тогда, когда он увидел, кто на самом деле с ним рядом. И тогда, когда у Якова был сложный, длинный путь, да, с сыновьями, с этими, когда он уже оказался в Египте, тогда, когда он умирает, умирает, он дает повеление, похороните меня в том гробе, где я похоронил кого? Лию. Там, где похоронен мой дедушка Авраам, мой отец Исаак, там, где похоронена Ревека, там похороните и меня. Знаете, пришло время, когда человек, он по-другому смотрел на жизнь, он по-другому оценивал ту, кто была рядом. Похороните, говорит, меня. Рахиль была похоронена вообще в другом месте, хотя он ее любил, как красавицу, но он похоронил ее там, поставил памятник при дороге и все. Но он оценил ту, кто любила Бога, ту, кто была верная. Он оценил ту, кто родила ему патриархов. Он оценил ту, кто родила ему левия, которые родились, от которой были все левиты, тот, кто родился, тот, от кого родился Моисей, тот, от кого родился Давид, и ту, от кого родился кто? Наш Господь, Иисус Христос. Иосиф, он был именно с этого колена. Но не тот Иосиф, который был в Египте, Иосиф, который был муж Марии. Нелюбимая, но оцененная. Знаете, я когда читал эту историю, я пытался задавать себе вопросы. Вот как понять человека нелюбимого? Вот я не могу понять, вот я все время был любимый, меня любила моя мама, мой папа, мои братья любят меня, и я их люблю. Но от как понять нелюбимого человека? Как вообще понять, когда в твою жизнь приходит нелюбимое? Вот ты хочешь, мы хотим все иметь любимое, а оно приходит почему-то нелюбимое. И Бог начал показывать мне мою жизнь. Знаете? Вот чтобы я понимал, что значит быть с нелюбимым. И первое, что он мне показал, это мое начало. Тогда, когда я хотел, как все ребята, иметь хорошую специальность. Вы все хотели иметь? Специальность. Кто сегодня работает по любимой специальности? Поднимите руки. Вот. Одна у нас сестра. Вторая сестра. Смотрите, как получилось. Я мечтал... Третья сестра. Четвертая. Но я братья спрашивать не буду. Смотрите, как получилось. Я мечтал о любимой специальности. Не получилось, что я хотел быть юристом, следователем. Но тогда были высокие эти все баллы, конкурсы. Мне парню из села это не светило. Естественно, я пошел туда, где, в общем-то, можно что-то, в общем-то, заработать. Пошел на железную дорогу, пошел в профтехучилище, выучился на слесаря по ремонту тепловоза, потом выучился на помощника, потом выучился на машиниста. И я работал всю жизнь на нелюбимой специальностью и на нелюбимой работе. Понимаете? Работа была нелюбимая. Но я любил уже, не то, что любил, я шел, потому что надо зарабатывать деньги, надо кормить семью. И это, естественно, это было нелюбимое, друзья. Я 30, больше 30 лет проработал на этой работе. На нелюбимой работе. И даже тогда, когда мне выпал шанс оттуда уйти, с этой нелюбимой работе. Я ушел, занялся своим бизнесом, мне так нравилось, сапожную мастерскую организовал, потом начал машинами заниматься, все это, деньги пошли. И опять, читая Слово Божие, и Бог меня опять отправляет на нелюбимую работу. Опять возвращаясь туда, откуда ты ушел. В Знаменское локомотивное депо, машинист. Я там работал 20 лет. За эти 20 лет нелюбимой работы меня гнали, на меня подавали. Что только не было. Я, знаете, я был гонимый за эти 20 лет. А почему был гонимый? Потому что я писал и старался не воровать, когда все воровали. И я, знаете, был там в этих местах, это было нелюбимое место. Это были нелюбимые люди, которые постоянно тебя чем-то кололи. Это было... Я говорю, Господь, почему так? Почему я хотел любимые, а получал нелюбимые? Даже когда пришел к Богу, все классно так было. Служил там, свидетельствовал и начал немножко возрастать. И я мечтал быть миссионером. Я поступил в Библиотский институт. И здесь вот один из присутствующих здесь был пастырем. Они меня посылают. Я мечтал поехать в Киев миссионером, в Днепропетровск, в Запорожье, в Одессу. Я думал, знаете, по своему пониманию, миссионеры, которые едут, где много людей, евангелизируют. Потом люди каются, он уезжает в другое место и опять евангелизирует. Но было совершенно по-другому. Они посылают меня, нас посылают. Вначале в далекую, забитую, забитую деревню. Где дорог не было. Село огромное, но длинное. Это было для меня нелюбимое место. Я думаю, почему я? Ну, я понимал, что если они посылают, значит, в этом есть какая-то Божья рука. И мы смирились с этим. Мы туда поехали. Мы еще не понимали, что будет дальше, знаете. Ведь ты, когда начинаешь что-то делать, ты начинаешь считать бензин, начинаешь считать машину, там все эти убытки. И это нелюбимое было начало. Но потом, через время, мы насколько полюбили этих людей, это было самое благословенное место. И мы, когда уезжали, там они целый праздник устроили и плакали все, мы с ними радовались. Нелюбимое. Оно стало любимым. Неоцененное. Оно было оцененное. Знаете, когда я дорабатывал все эти годы в знаменке на нелюбимой работе, я еще не знал, какой будет конец. Но в конце тогда, когда, знаете, когда все-таки общаются, тебя там презирают, гонят куда-то, пытаются выжить там с хорошего места. И ты этого тогда не понимаешь. Почему так? Но я видел потом то, что покаялись некоторые люди. Знаете, для меня было самое такое большое свидетельство тогда, когда я уже ушел. Одна сестра, то есть нашего начальника, сестра родная, она вышла замуж за пастыря, который освободился с тюрьмы, потом он уже адаптировался там, ну, начал служить, и он стал пастырем. И эта девушка, она вышла замуж за его родную сестру. И они начали с ним общаться. Я не знаю этой истории дальше, пока остальные нет. Были, произошли большие преобразования, знаете, вот. То, что я уже видел. Я, когда уходил оттуда уже на льготную пенсию, я радовался и благодарил Бога, что не надо было здесь быть. Я другой картины еще не видел, что Бог делал через это в моем сердце, что это было для меня, на самом деле, мясорубкой, через которую нужно было меня перекрутить. Второе место, которое стало нелюбимым, это наш район, где мы образовали церковь, Октябрьский. Это был нелюбимый район. Это был самый заброшенный, забитый, наркотический, алкоголический, психиатрический, самый страшный. И они опять на этот район. Нет, он благословенный брат. Бог работал через него тогда. Но тогда, когда он езжал в Америку, я вспоминал его не злым, тихим словом. Лучше бы ты поехал на Октябрьский. Нелюбимое. Оно стало любимым. Мы насколько полюбили этот район. Это было огромное благословение для нашей семьи. Если бы не эта церковь, не знаю, какие были бы наши дети, чем бы они занимались сегодня. Но это все стало любимым, друзья. Это оцененное. Оцененное, как Иаковом, так оцененное и мною. Оцененное и нами. Я говорю, Господь, почему ты допускаешь в жизнь хороших людей вот такие-то вещи. Я знаю, даже здесь вышли несколько девушек, которые готовили себя. Они были непорочные к хорошему мужу. Но, выйдя замуж, они оказались большой проблемой. Они ненавидимы. Некоторые из них разошлись. Почему так? Неужели любящий Бог заинтересован, чтобы так было в жизни человека? Мне Маша разрешила рассказать немножко ее историю, знаете. Потому что то, что произошло в нашей семье, это на самом деле было страшное событие. И у меня было очень много вопросов к Богу. Почему именно у нас в семье? я был категорически против разводов. Мы даже об этом не представляли, как это другие могут развестись верующие. А здесь, получается, в нашей семье происходит трагедия. На протяжении нескольких лет я страдаю, жена страдает, мы молимся, мы стараемся что-то делать, но ничего не получается. Детали не буду рассказывать, как-то рывно. Она, в общем-то, пережила страшные вещи, которые можно только пережить. Хотя вначале было такое хорошее начало, но потом все это было превратилось просто в ад. Я говорю, Господь, почему? Почему она хорошая, вот, красивая, нетронутая, была растоптанная, просто растоптанная, полностью растоптанная, разрушенная до основания? Почему? Ведь мы же рядом. Неужели мы не могли повлиять? А знаете, приходит такая ситуация, когда ты не можешь повлиять, ты влияешь на других, у тебя получается с другими, но ты в свою ситуацию, ты ничего не можешь сделать. Уходят, и ты бессилен, и ты кричишь, Господь, почему? Она мечтала о любимом, а получился другое совершенно. Она мечтала о счастливой семье, а получилось несчастье. Почему? Я нахожу ответ, что говорит Библия, Римном 8, 28, написано, любящим Господа, призванным по Его изволению, все содействует что? Ко благу. Ты скажешь, ну какое же это благо? Ты что, ты ошибаешься, Господь? Какое же это благо? Какое это благо, если человек растоптанный, разрушенный? Какое это благо? Но благо, оно происходит после. Мы не знали, что произойдет с ней через несколько лет. То, что она, кажется, там, на войне, а потом будет в Африке. Мы не знали, что она станет матерью сотен таких детей, чья судьба и жизнь растоптаны, разрушены. Мы не знали тогда, потому что тогда для нас это была трагедия. Но Бог эту трагедию превращает в благословение. Через нее исцеляются десятки и сотни людей. Она имеет коммуникации, которых я не могу иметь. Я не могу понимать этих людей, потому что я не был нелюбимым. Она и такие, как она, они могут их чувствовать. Понимаете? Они могут с ними сопереживать. не просто как я скажу, я тебя понимаю. Да врешь ты все, ты вообще ничего не понимаешь. Ты ничего не понимаешь. Когда-то один брат потерял ребенка, вернее, дочку на дороге, когда сбила их машина, и он говорит, я держал ее себя на руках. Она умирала. Я кричал к Богу, Господи, помоги. И она ушла. И он рассказывал это свидетельство в одном зале, где мы присутствовали. И один брат потом вышел и говорит, брат, я тебя понимаю. А второй сказал, ты не говори этих слов. Ты его никогда не поймешь. Потому что ты никогда не терял. ты никогда не поймешь. Но поймет тот, кто терял. И поэтому любящим Господа все содействует ко благу. Слава Господу. Поэтому анализируя свою жизнь. Я хочу прославить Господа. Знаете, когда мы ехали в Америку, я видел очередную уловку. Я любил Украину. Любил людей в Украине. Но когда сказали, что надо ехать в Америку, не знаю, может бы по другому, другим мотивом ехали, но я ехал сюда, в Америку, как в нелюбимую страну. Я понимал, что если буду работать не просто на нелюбимой работе, на отвратительной работе, я получил, когда приехал, нелюбимую страну и нелюбимую работу. Я не понимал, говорю, Господь, почему так? Ну, знаете, вот прошли шесть лет нашей жизни, я влюбляюсь в эту страну. Слава Иисусу! Я влюбляю свою работу, у меня классная работа, я ни от кого независимый, ну, да, она может быть не так, как я хотел бы, но я человек независимый, меня просят что-то сделать, меня все знают, уважают, классно, слушайте, я благодарю Бога, что я могу на работе проповедовать, я каждый раз молюсь за людей, которые Господь послал в мою жизнь, но когда посылают американцев, конечно, там уже посложнее, но когда славяне, слава Господу, поэтому я оцениваю, знаете, то, что раньше не оценивал, поэтому хотел бы, ну, как бы, вот, вам такой посыл сделать, оцените, пусть ваши глаза, духовные глаза, на самом деле, не физически откроются, чтобы, на самом деле, оценили то, что вы имеете здесь, и последнее, я начал читать книгу песни песней, ну, и пытаясь понять ее, эту книгу, я ехал на работу рано утром и рассуждал, и говорю, Господь, что бы ты хотел, чтобы я еще сделал в этой жизни, не знаю, сколько осталось мне жить, или один год, или двадцать лет, никто не знает, вот что бы ты хотел, чтобы я сделал, я ехал в машине, было мало машин, и знаете, я получил слово, слово в дух, Господь проговорил ко мне, говорит, я хочу влюбить тебя в себя, я хочу тебя влюбить в себя, я говорю, так я же люблю тебя, а он говорит, так ты любишь меня за что-то, что я дал тебе спасение, я дал тебе прекрасную семью, я дал тебе любящую жену, да, я все время говорил о нелюбимом, сегодня мне, я люблю очень сильно свою жену, свою семью, своих детей, я, говорит, дал тебе это, я тебе дал здоровье, я все тебе дал, и поэтому ты меня любишь за это, а я хочу, чтобы ты меня просто любил, вот просто любил, я хочу, чтобы ты спешил ко мне, как спешишь на работу еще больше, я хочу, чтобы ты просто меня любил, независимо от того, что у тебя есть, что будет, чтобы ты просто меня любил, знаете, это для меня, конечно же, есть вершина, потому что, знаете, многие вещи, ну, не знаю, как вы, а я обманываю. Даже когда я говорю, что я люблю тебя, Оля, я понимаю то, что по-человечески я прав. Но если углубиться в понимание любви, во многом я ее обманываю. Я не знаю ее состояние, как она это воспринимает, но я хочу достигать этой любви. Я верю в то, что он поможет мне, когда нету моего я. Когда есть только он и она. Когда только есть она и он. Господь говорит, я хочу влюбить тебя. И я знаю то, что чем больше я буду влюбляться в него, тем больше ты будешь влюбляться в того, кто рядом. Аминь. Классный Господь. Давайте будем молиться. Слава тебе, Отец. Слава тебе, Дух Святый. Спасибо тебе. Ты так сильно вот забил нас, Господи, что отдал свою жизнь за каждого из нас. Ты сам пошел на крест, потому что ты так сильно любил, любил людей. И ты любишь нас. Господь, прости, Отец, что я не всегда до конца оцениваю это, Боже. Боже, благослови тех, в чьей жизни происходит такая ситуация, как в ситуации слий. Кто сегодня страдает, не зная своей красоты и не видя себя, они страдают. Господь, откроем глаза. Откроем глаза, чтобы они увидели себя, что они прекрасные. Они прекрасные. не имея внешней красоты, они прекрасные. Благослови, Господь, те семьи, которые сегодня обделены вниманием, обделены жены, обделены мужья, где сегодня приоритет заставится на бизнес, Господь. Отец, во имя Иисуса, я молю Тебя, Господь, надели обделенных, Господь, благослови тех, кто считает себя незначащими. Боже, спасибо Тебе, что Ты нас всех оцениваешь, Господи. Ты нас всех так сильно любишь, Боже. Ты справедливый Бог. и Ты не даешь всем все, а кому-то ничего. Ты справедливо все распределил, Господь. Благослови, Господь, Отец, во имя Иисуса, нашу церковь, Господи. Каждого, кто приходит сюда, Отец, каждую семью, Господи, благослови, во имя Иисуса, чтобы мужья, они оценили своих жен, а жены, они оценили своих мужей, чтобы дети, они оценили родителей, а родители, они ценили и благословляли своих детей, Отец, во имя Иисуса. Не хочу, чтобы в жизнь каждого из нас приходили эти 20 лет изнурения, чтобы потом понять и видеть себя. Молю Тебя, чтобы это пришло сегодня, прямо сейчас, чтобы каждый из нас заглянул в свое сердце и, глядя на Тебя, мог поставить себе правильную оценку и обратиться к Тебе во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Господь. Аминь. Может быть, Вы хотели бы, чтобы сейчас за Вас помолились или у Вас силы закончились, пропал аппетит в жизни. Постарайтесь доказать, а Вас не получается. Как когда-то пыталась это делать Лия, рождая детей. Она вначале не была оценена, но ее ценил Бог. Он ее так сильно любил и благословлял. Поэтому у нас есть сегодня эта возможность обращаться к Нему, простить у Него силы. Эти последние уже закончил я проповедь. Я сегодня прочитал Висайи, такое место очень сильное, что 54-я глава Висайи, это вообще глава просто, как и 53-я, 54-я, она вообще сильнейшая глава. Господь говорит там такие слова. На малое время я оставил Тебя, но с великой милостью воспряму Тебя. На малое время. Если это происходит в Твоей жизни, Господь, на малое время. Для меня это было время 35 лет. Это большое время, но для Бога это было малое время. Я благодарю Бога за это время, за эти 35 лет, через которые Бог меня провел, провел сюда, на это место, в эту церковь. Я ценю каждого из вас. Благодарю Бога, что у нас такие прекрасные братья и сестры. Сегодня приехал к нам еще один брат. Можете поприветствовать его, Мирослав. Это брат нашего Виталика. Ну что, друзья, благословляйте друг друга. А, Коля, я извиняюсь. Спасибо.